Девчонки, всем привет! Сегодня будем выполнять коррекцию ноготков на моей клиентке. Начинаем мы со снятия старого материала. Снимаю ее, как обычно, керамической фрезой на 35 000 оборотов. Движения плавные, аккуратные, без нажима. Снимаю я практически полностью базу, оставляю лишь тоненький слой и убираю длину. Итак, снятие на всех ноготках, убрали длину и приступаем к опилу. Форма у нас будет овал, даже немножко скорее миндаль, но до правильного миндаля нам не хватает формы, так что скорее это просто зауженный овал. Я не придерживаюсь каких-то определенных форм, как клиентке будет комфортно, так мы и сделаем. Немного зашлифовываю поверхность сверху, убираю бороздочки, которые остались от фрезы и еще раз дорабатываю форму. Проделываю то же самое на всех ноготках. Отодвигаю апельсиновой палочкой кутикулу, разделяю птериги и кутикулу и создаю карман для того, чтобы фреза ходила под ним ровно. Вот наши колбаски, обожаю эту кутикулу, ее очень трудно поранить, она очень большая и в общем тут есть на что посмотреть. На самом деле это просто эстетическое удовольствие. После среза и шлифовки получился вот такой чистенький маникюрчик. Обезжирила уже ноготочки наши клиенты и буду использовать вот такую базу от торговой марки Росси. Кстати, ссылочку оставлю в описании под видео, все материалы, которые я сегодня использовала этой торговой марки. Консистенция средняя, я бы сказала, ближе к жидкой, но она очень интересная, она такая сопливая, поэтому она очень хорошо распределяется по ногтевой пластине. Сейчас вы сами посмотрите. Я промазываю тонкий слой скользящий и набираю небольшую каплю и распределяю уже потом по ногтевой пластине. Но так как база у нас средней консистенции, распределять нужно быстро, работать с ней быстро, но в то же время она никуда не утекает. Перевернула я пальчик и просушила в лампе. Сделаю еще один ноготок на видео, чтобы вы еще раз посмотрели. Промазываю тонкий скользящий слой. Кстати, больше всего у этой фирмы мне понравились кисточки. Безумно мягкие, безумно удобные, податливые, подлезают во все места под кутикулу и куда только можно. Очень удобная кисть, никогда не думала, что кисточка будет значить для меня так много. На самом деле, только она принесла мне очень большое эстетическое наслаждение. Итак, вот мы выполнили выравнивание. Основной цвет будем использовать под номером 1182. Приятный малиновый цвет, красивый. Наносим первый слой не под кутикулу, а просто на все четыре ноготочка. Кстати, два больших ногтя я уже сделала и покрыла их уже топ. Легли они у меня в три тоненьких-тоненьких слоя. Я покрываю ноготочки первым слоем, он ложится ровно и без проплешин, но просвечает наш свободный край. То есть, смотря какое вы желаете покрытие. Если вам нужно плотно, чтобы цвет перекрыл все, то конечно же потребуется еще один или даже парочка слоев. Но что хочу сказать, если ноготочки коротенькие, то понадобится два слоя, а если нет, то три. Еще будем использовать сегодня вот такой лак под номер 170 и вот такой вот ярко-ярко-розовый лак такой барби. Это будем мы использовать для дизайна, а безымянный ноготок покроем белым под номером 001. Этот лак уже более пигментирован, он хорошо лег у меня в два слоя. Консистенция уже немного погуще, поэтому мне работать с таким материалом привычнее. Второй слой мы покрываем под кутикулу, то есть промазываем по той же схеме, что мы и красили до этого. Но потом просто берем тоненькую кисточку и прокрашиваем боковые валики и кутикулы. И, девчонки, если у вас гириллак жидковатый, кстати, некоторым нравится больше работать с жидким материалом, то обязательно выполняйте по одному ноготочку. Вот так у меня получилось, вот такой результат. Это цвет номер 1182. Я его нанесла в три слоя на ногти и беленький у меня вышел в два слоя. Сейчас я покрою все ноготочки топом. Топ, кстати, с липким слоем. Консистенция моя любимая, как у моего любимого топа. Она средняя, но ближе тоже к жидкой. И что хочу заметить, что топ, что цвета, несмотря на то, что они не очень сильной пигментации, зато они прекрасно просохнут в любой лампе, даже меньшей мощности, например, 24 ватта. И они, несмотря на то, что легли в три слоя, не дали дополнительной толщины. То есть это тоже очень важно. После просушки дала две минутки топу остыть, чтобы глянец не потерялся и снимаю липкий слой. Для дизайна нам потребуется вот такой лак номер 170, 381, белая гель красочка с липким или без липкого слоя, без разницы. И вот такой вот гель лак Diamond под номером G6. Посмотрите, какая красота, как он переливается. Жалко, камера не передает всех переливов. На палитру я наношу нежно-розовый цвет, ярко-розовый цвет. Рядом с ярко-розовым цветом я ставлю капельку топа с липким слоем. Кстати, растушевывается лучше стопом с липким слоем, чем без липкого. Буду использовать вот такую фолику Diamond. И буду использовать вот такие кисочки, обычные стандартные кисти 5, 7 и 11 миллиметров. Перед первым использованием советую в обезжиривателе прокрутить их вот так и освободить ее от транспортировочного клея. Ваш кончик должен быть мягкий и ходить. Проверяйте вот так. Итак, нежным цветом, ну или любым светлым, какой есть у вас, вы можете придумать свое сочетание цветов. Главное, чтобы они сочетались друг с другом и у вас был один цвет поярче, а другой побледнее. Я рисую наш самый главный центральный шарик. Дизайн у нас будет сегодня новогодний, поэтому мы добавим блеска и на другой ручке тоже сделаем дизайн. Вообще, я люблю, когда дизайн сделан только на одной руке, но сегодня будет у нас исключение. И берем Diamond G6 и делаем им вот такие вот шарики. Один шарик маленький у нас висит внизу, а другой будет выглядывать из-за розового. Но посмотрите обязательно, чтобы он не болтался у вас в воздухе, а именно выглядывал из-под него, чтобы у вас линия соединения была четкой между розовым и фиолетовым шариком. Просушиваем все это. Ярко-розовый мы разбавляем стопом и ставим тени на нашем самом главном шарике и на том маленьком, которым сбоку. Если вам немножко не хватает цвета, то можно самый-самый краешек провести, обвести неразбавленным розовым, как сделала это я. И еще раз просушиваем в лампе. Следующим этапом нашего дизайна будет, конечно же, прорисовка черным. Здесь, в принципе, ничего сложного. Самое главное, чтобы ваша прорисовочка была очень-очень тоненькой и невесомой. И чтобы линии были ваши одного цвета. Аккуратненько обводим наши шарики без нажима, самым-самым кончиком, чтобы нигде ничего не выезжало. И обводим все шары. И не забудьте обязательно нарисовать маленькие штучки, за которые крепятся наши шарики. Если честно, даже не знаю, как они называются. В общем, вот эти вот маленькие бульбулечки обязательно надо нарисовать, иначе будет непонятно, что это шарики. Вообще, уже так хочется Нового года скорее. Это мой самый любимый праздник. Я люблю рисовать новогодние дизайны. По мне, это самая животрепещущая и самая интересная тема в дизайнах. И мы рисуем еще ниточки. Вот такие ниточки должны быть самые-самые-самые тоненькие. Если у вас даже где-то не прорисовалась эта линия, можно ее не прорисовывать. Они практически висят в воздухе. И ставим точечки. Чтобы наш большой шар был более объемным, мы рисуем вот такие полосочки, как у арбузика. И на них тоже ставим точечки. Потом поймете, почему. Если вот такие продольные линии нарисовать, то шарик смотрится более объемно. Белой гель-краской в точках мы ставим еще более меленькие-беленькие точечки. И захотелось мне добавить бликов на фиолетовых шариках, так как они все-таки темноваты мне показались. Покрываем топом. И на другой ручке я решила нарисовать варежки. Такие же милые и розовые. Рисую две варежечки. Одна выглядывает также и с другой. В принципе, ничего сложного. Похоже на сердечко, у которого одна половинка больше, чем другая. Кстати, гель-лаки очень хорошо ложатся. Вы видите, как они с первого слоя. Я рисую варежки, ничего не добавляя. Добавляю тень на пальчик и на низ варежки. И также аккуратно растушевываю. Когда растушевываете, никогда не залезайте в самое-самое начало, туда, где вы поставили вашу красочку. То есть тяните просто за кончик. Если плохо тянется, то можете смочить кисточку в топе. Берем нашу фольгу даймонд и рисуем ей пушок. На все только ваша фантазия, только ваши интересные идеи. Фольга может быть любого цвета. За эту идею спасибо отдельно. Зотикова Нейл. Участвовала в ее онлайн-марафоне. И девчонки, очень многие спрашивали меня в инстаграм, будет ли мастер-класс по данному дизайну. Да, конечно, девчонки, мне не жалко. В принципе, это было все в свободном доступе. То есть это не какой-то там супер авторский курс. Поэтому я решила снять видео. И обязательно указать автора. Заходите, кстати, в мой инстаграм. Там очень много идей. И я там делюсь не только своими идеями по маникюру, но и своими покупками, ногтевыми и просто обычными. И последнее, что мне хочется добавить к нашим варежкам. После того, как мы выполнили прорисовку и нарисовали бантик, все это просушили мы обязательно. Я белой гель-красочкой рисую вот такие же линии изогнутые, чтобы варежки смотрелись более объемными. И ставлю точечки в этих ромбиках. Вот такой маникюрчик красивый новогодний у нас сегодня получился. Ссылочку на все товары, которые я использовала в своем видео и на сайт Росси я оставлю обязательно в описании под видео. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Таня Бестнелл. Всем пока и всем творческих прекрасных идей в этом и в новом году.